Ну нас товарищи офицеры остановили Не, не, справимся Ну что-то на этой грязевой резине как-то мы слегка улетели Нас останавливали, но мы не останавливали Да, мы решили уехать Вот так мы улетели Слегка Нет? А, вперед хочет Чуть-чуть Опа! Львович меня выгнал за руля после этого события Точно выгнал? Вы постигните Львович Как мы это, товарищи, офицеров напугали Они подумают, что им сейчас придется вытаскивать нас Друзья, всем привет Сегодня будет необычный выпуск И, скорее всего, это старт цикла передач Вы знаете, все же там ищут Что-то интересненькое В речках, в прудах Магнитом, да? А мы придумали что-то иное И сегодня мы вам покажем Что мы придумали Добытчики начали прикладывать ко всему руки А когда добытчики прикладывают руки Мы всегда прикладываем руки То все получается супер Львович делает кошку Ну и закалка Russian style, да? Моментальная закалка снега Ну что, товарищи, продемонстрируйте, что у нас получилось Ковка? У нас получилась ковка Благодаря нашему незатейливому методу Мы сможем достать намного больше интересных вещей Чем можно достать магнитом Может быть, вам это будет и полезно даже Мы выбрали такой вот небольшой пруд Для проверки нашей методики поиска И, надеюсь, мы найдем пару интересных железячек А может и не железячек Может быть, найдем что-нибудь еще Хотя железячки, это всегда очень интересно Сейчас будем проводить канализацию Тест-драйв мы будем проводить сейчас У нас обзор Будет на какую-то новую херню Дмитрий Дмитриевич прикупил Без меня Не знаем, что это такое Но сейчас узнаем Ну, наличие конденсационной трубы уже обнадеживали Если бы мы знали, что это такое То мы бы, конечно, обязательно знали, что это такое А так мы вообще-то не знаем, что это такое Мусор плохо Всегда кладите мусор в карман Вам нечем дома заниматься Нормальные люди делают тест-драйвы автомобилей А мы делаем тест-драйвы Трубка на лицо Блин, а здесь поломана одна Ну, что делать Они что, собираются друг в друга? Да Ну, что делать Оно вас видит, по-моему Я иду в рамку Ну, пока Львович ходит с нашим свистком Я разобрал наш новый приборчик А вот проводочек оторвался Поэтому и прибор весь не работает Вот он отсюда оторвался А паяльника-то под рукой нету Сейчас будем что-то придумывать Исправили мой рукожопость Некоторых мастеров На соплях ее Починили пока что Сейчас тест номер два будет Ну, а теперь не включать вообще Триста здесь явно есть Тестер не взяли с собой Заряженный Сколько там вольт Как раз По вкусу около 12 Я бы даже сказал Там 12 вольт и 2 ампера Где-то Да Даже так Даже так Смотри, у вас глаза прям загорелись Как вы что-то каждый день это делаете Я периодически так делаю 220 правда не рискую Пробовать на язык Я их пальчиком пробую А 110? 110 Ну, все, позанимались, да, мы сними Очень интересно Если я ничего особенного не делал Он взял, вырубился И включаться не хочет Самое главное, что Работал прибор Теперь не работал Ладно, сейчас будет экстремальный лайфхакинг Сейчас мы здесь все переделаем Зато мы Ой, проводочек летел Дмитрий Дмитриевич Твой проводочек летел Зато мы человеку освободили кладовку Или антресольку Сейчас тюнинг будет нормально Я не жалею, потому что я все равно собирался Ведь этот прибор сделать под себя Только по одному режьте Ну, и замкнет же Да, точно Таким мы Продвинутые были С аппаратами, с модными А сейчас мы какой-то Херней занимаемся Может нам пойти Нормальный аппарат взять и все? Нет Нет? Так неинтересно, Львович Это уже Не наш стиль И какой провод куда подсоединился? А, все, синий в плюс Откуда вы знаете? А потому что он на размокание идет На кнопочку включения Ну, если это нормальный Это нормально Электрик собирал Электромонтажник Судя вот по вот этим Электромонтажник Нормальный электрончик собирал В кружке очумелые ручки Зачем? Чтобы жизнь сахаром не казалась Я просто решил все на язычок попробовать Опа Раз Откалили Все Провода дубовые Все надо менять Ладно, чтобы микросхема рабочая была Все остальное меня не волнует Ну, или эта хрень заработает Или не заработает никогда Вы сказали, я изоленту бы взял, но есть Нет, блядь Это бешеный DIY Его изолентой нормально нельзя делать Только скотчем Нормально, держится, смотрите Как новый Что-то не работает Может, потому что батарейки нет Ладно Просто бешеный DIY Костыль выкинул Дмитрий Заработал Провод не подключен еще Отсутные результаты Это тоже результат Слышали такое? Что, мы готовы? Тест-драйв? Нет Сейчас мы сделаем А вот этот надо тоже заизолировать Я провод Я провод сейчас отсюда вытащу И все, у нас будет нормальный комплект поисковика Поисковика му**а Не думай о секундах с высока Сука Не думай о секундах с высока Не, Дмитрий, Дмитрий, сейчас только не показывайте За кадром оставить Так вы только скрутите обратно, а потом уже изолируйте Тест-драйвенку надо сберечь Чтобы использовать ее повторно Ну вообще сейчас надо замутать хотя бы один контакт Сейчас я закручу коробочку вначале Да Ногтями так Полярность перепутал Не думай о секундах с высока Ну и на старуху бывает проруха Все Теперь у нас ничего не отстает Все идеально работает Оказывается, оба штекера не работали старых Коротили Мы взяли свой Благо мы запасливые люди Вот лежит у нас провод со штекером Зачем, не знаю Ну в общем Из горной палок и чьей-то матери Мы оживили его Я вам сейчас продемонстрирую Как он работает Поближе подойдите, чтобы слышали У него сейчас адовая чувствительность стоит Ну вот На 2,5 метра он видит этот болот Не провалитесь под лед Даже на 3 метра Можно начинать работу Тест первый Аппарат мы оживили Так хотя бы на полу В полурабочем режиме Но он уже видит хорошо Жестяной баллон На 3 метра практически Да, Львович? Да Я в него не верю Но Надо верить, Львович Я в него не верю Вера умирает последней Потом надежда умирает А потом любовь Вы спросите Зачем мы используем рамку А не наш любимый магнитометр Объясню Ходят слухи Что немецкие танки У них практически нет Своей магнитной аномалии Потому что у них специальный сплав И магнитометры Которые на железо реагируют Не на цветные металлы Практически не работают И не видят танки Немецкие Поэтому было принято решение Взять большую рамку И поработать с ней Какое-то время Поискать немецкие танки Эта рамка может поймать Немецкий танк На глубине 7-8 метров Поэтому нам в принципе Этого должно хватить Для наших поисков Жалко у нас нету оператора Чтобы нас странно снимать Как мы с этой рамкой ходим Но в любом случае Вот здесь мы поймали Интересную аномалию Сейчас мы Протонником Ой, протонником Ферромагнитным магнитометром Перепроверим Вот эта рамка Пока в том виде В котором есть С вылетевшими проводами Но мы это все Доприведем в порядок Мы благо это умеем Львович торопится Поймать Аномалию Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому